Девячья фамилия Понимала женщина, унесла из квартиры имущество, внимание, на общую сумму порядка 4 миллионов рублей. О том, что такого японского она взяла, расскажем сегодня в выпуске. Итак, вы смотрите участок 112 в студии Евгений Плохотин. Здравствуйте! Сегодня в программе. Посоветовали прибрать для сохранности больше полумиллиона рублей, перечислила бийская пенсионерка мошенникам. Его признали виновным не только в убийстве двух лиц, но и в интимной близости с несовершеннолетней. В деле о резонансном преступлении суд поставил точку. Норковая шубка оказалась не норковой. Неизвестные разводилы в бийске обманули семейную пару. Бийского предпринимателя ввели в заблуждение и потребовали больше трех миллионов рублей. В краевой столице задержан начальник налоговой инспекции. Он и его знакомые подозреваются в мошенничестве. Итак, мы начинаем. В Бийске 18 октября на улице Мухачева произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным водитель на Калдине переехал пешехода. Он якобы лежал на проезжей части. В результате мужчина был госпитализирован в центральную городскую больницу, где скончался на следующий день. У пациента диагностировали множественные переломы. Родственники погибшего сейчас разыскивают очевидцев, чтобы восстановить картину произошедшего. Авария случилась 18 октября в седьмом часу вечера рядом с домом 121 по улице Мухачева. Если вы были рядом или видели, как все произошло, родственники просят связаться с ними. Телефон сейчас вы видите на своих экранах. 8 960 966 08 01 Мы продолжаем. Женщина с ребенком едва не оказались под колесами автомобиля. На Шубинском случилась авария на пешеходном переходе. Водитель хотел пропустить людей, он остановился, и здесь в него въехала иномарка. Все произошло в районе обеда. От сильного удара один автомобиль выехал на обочину, второй въехал в забор. Из-за того, что по пешеходному переходу было не пройти, там припарковалась грузовая газель, пешеходам пришлось стоять в стороне. И, видимо, не зря. Какими последствиями для обеичан все это могло закончиться, предположить несложно. Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения быть взаимовежливыми. Ситуация с авариями в последнее время очень обострилась. На самом деле в Наукограде только в октябре произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий. Есть даже погибшие. Здесь, по мнению общественников, нужен целый комплекс мер. В частности, чиновникам стоит более внимательно подойти к обустройству пешеходных зон. В темное время суток практически не видно, как люди выходят на проезжую часть. Ровно год назад в Бийске было совершено тяжкое преступление. 20-летний парень вначале убил мужчину, а после жестоко расправился с девушкой. Почти сутки подозреваемый скрывался от оперативников в подвале. Но позже он все же был задержан. Накануне преступнику огласили приговор. Его признали виновным не только в убийстве двух лиц, но и в интимной близости с несовершеннолетней. О том, где и сколько он будет отбывать наказание, расскажем прямо сейчас. 22 октября 2018 года. Тогда не только Бийск, но и весь регион потрясла ужасающая новость о двойном убийстве. Рано утром на дороге около одного из жилых домов был обнаружен труп 44-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Как было установлено позже, между потерпевшим и осужденным произошел конфликт. Они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. После совершения убийства подсудимый вернулся к себе домой, куда также пришла его 18-летняя знакомая. Решив загладить ее имущество, в том числе мобильным телефоном, молодой человек напал на девушку, нанеся ей не менее 35 ударов ножом. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник снял с потерпевшей одежду и с ее личными вещами сжег в печи бани. Тело убитой парень оттащил за пределы усадьбы и оставил в поле недалеко от проезжей части, где также надругался над ним. Девушку, которая накануне вечером ушла гулять с собакой и пропала, искали почти сутки. Кроме этого, следователями установлен факт совершения мужчиной в период с августа по октябрь 2018 года полового преступления в отношении 15-летней девушки. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом А, З, части 2, статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем», пунктом В, части 4, статьи 162 УК РФ «Разбой», частью 1, статьи 244 УК РФ «Надругательство над телом умершего» и частью 1, статьи 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, недостигшим 16-летнего возраста». Неоднократно судимого преступника суд признал виновным. Ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы. Этот срок он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока еще не вступил и может быть обжалован. Больше полумиллиона рублей перечислила бейская пенсионерка мошенникам. Женщине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудникам банка. Она предложила пенсионерке обезопасить находящиеся на ее счету 600 тысяч рублей от мошеннических посягательств. Для этого нужно было снять деньги. Позже у бейчанки снова зазвонил телефон. На проводе был уже мужчина по имени Артур. Он проинструктировал женщину, в какой банк проехать и на какой номер счета положить сбережения. И что вы думаете? Пенсионерка сделала все, как было сказано, и отправила копии чеков в электронном виде. Артур успокоил женщину и сказал ждать менеджера, который должен привезти денежные средства. Однако банковский работник так и не приехал. Бейчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159. Это мошенничество, совершенное в крупном размере. Уважаемые бабулечки и дедулечки, но хватит уже отдавать свои накопления неизвестным. Прежде чем совершать какие-либо операции, посоветуйтесь с родными и близкими. Участок 112 мы продолжаем. Вот о чем мы расскажем дальше. Норковая шубка оказалась не норковой. Неизвестные разводилы в Бейске обманули семейную пару. Бейского предпринимателя ввели в заблуждение и потребовали больше трех миллионов рублей. В краевой столице задержан начальник налоговой инспекции. Он и его знакомые подозреваются в мошенничестве. Развод и девичья фамилия. Бейчанин подозревает свою бывшую жену в краже. Ущерб более четырех миллионов рублей. Итак, мы продолжаем. Директор одной из спортивных школ Бейска подозревается в мошенничестве. Руководителю уже предъявлено обвинение. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе межмуниципального управления МВД России Бейская. В настоящее время ведутся следственные действия. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159. Как нам стало известно, в спортивном учреждении работали мертвые души, деньги за которых получал сам руководитель. Причиненный ущерб оценивается почти в полмиллиона рублей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Бейского предпринимателя ввели в заблуждение и потребовали больше трех миллионов рублей. В Краевой столице задержан начальник налоговой инспекции номер 14. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По данным следствия, в октябре текущего года начальник межрайонной инспекции ФНС, вступив в предварительный сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение предпринимателя города Биска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении возглавляемого им общества. Обвиняемые пообещали бизнесмену уменьшить сумму планируемых до начисления налогов путем передачи взятки в размере более трех миллионов рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей данную проверку. На самом же деле, крупную сумму участники преступной группы никому передавать не собирались. В результате мошеннических действий обвиняемые получили наличные в размере полутора миллионов рублей. Это была якобы часть взятки должностному лицу налоговой службы. Сразу после получения денег подозреваемые были задержаны оперативными сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю. В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении начальника налоговой службы меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следственными органами Следственного комитета наложен арест на имущество обвиняемых. Это дорогостоящую недвижимость и автомобили. Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что в этом деле могут появиться новые факты и новые потерпевшие. Бейчанин подозревает свою бывшую жену в краже. Ни много, ни мало женщина унесла из квартиры имущество, которое потерпевший оценил внимание более чем в 4 миллиона рублей. Мужчина заявил в полицию о том, что у него из квартиры пропали несколько наручных часов, в том числе золотые, два телевизора, акустическая система, две колонки и подставка под них из массива березы, усилитель, три проигрывателя виниловых пластинок, также запасные головки для каждого проигрывателя, японский фонокорректор, ламповый усилитель, катушечный магнитофон, а также коллекция виниловых пластинок, около трех тысяч штук. Своё имущество потерпевший оценил в 4 миллиона 188 тысяч рублей. В краже он подозревает свою бывшую супругу. Почти полтора килограмма наркотиков прятала Бейчанка в своей квартире. Женщину сотрудники правоохранительных органов задержали на трамвайной остановке. При себе у нее было вещество растительного происхождения. Оказалось, что это еще не все. Дома задержанная сушила одурманивающие кусты. Изъятые пакеты полицейские направили на исследование. Согласно заключению эксперта, это конопля общим весом 1 килограмм 390 граммов. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228. Это незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Отметим, что подозреваемая в этом году фигурировала в материалах уголовного дела по статье «Мошенничество». В настоящее время Бейчанка находится под подпиской о невыезде. Копили деньги на ремонт, а в итоге купили норковую шубу из искусственного меха. Неизвестные разводилы в Бейске обманули семейную пару. Бейчанину они предложили приобрести норковую шубку и две кожаных куртки, якобы из натуральных дорогих материалов. Цена – просто подарок, убеждали продавцы. За три вещи – 40 тысяч рублей. Подозрительные личности убеждали Бейчан так, что они не смогли отказаться. Уже после покупки, внимательно рассмотрев шубу, выяснилось, что норковая она только со слов. И поняв, что их развели почти на 50 тысяч рублей, горожане обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых. Деньги за некачественный товар возвращены пенсионерам. В настоящее время по данному факту ведется предварительная проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Так что такие дорогие вещи лучше покупать в специализированных магазинах, где имеется вся необходимая документация. Брать, как говорится, с рук себе дороже. Что ж, это все на сегодня. Не нарушайте законы, тогда он всегда будет на вашей стороне. Счастливо, увидимся через неделю. Пока. Все, давай, все, пошел, пошел. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА